Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Братья и сестры, приветствую всех с берегов Невы, буквально прямо вот возле самой кромки, вот уже Нева. И здесь, сзади меня видите Петропавловскую крепость, это центр Санкт-Петербурга, северной столицы. И в эти дни молюсь о городе Санкт-Петербурге, о всем северо-западе России и призываю к этой молитве всех вас, дорогие друзья, верующих разных конфессий, разных динаминаций. И здесь, на берегах Невы зарождалось, на берегах Невы и Жоры, зарождалось, начиналось православное обновленческое движение, православная реформация. Сто лет тому назад это происходило, хотя родилось движение православное обновленческое в Москве, но начиналось оно здесь, зарождалось именно в самом Петербурге и Колпино. Тогда это был не Санкт-Петербург еще, тогда это было даже не окраин, это было далековато от города. Но вот именно в Колпино и в Санкт-Петербурге, да, Колпино ныне это уже часть Санкт-Петербурга, зарождалось в Санкт-Петербурге таким образом, сказать можно, православное обновленчество. И вот, ну здесь это не видно, но на этой стороне Исаакиевский собор, если прямо будем идти, то можем подойти к Исаакиевскому собору мимо Эрмитажа. И вот Исаакиевский собор в те времена, в 20-е годы я имею ввиду, он стал таким символом реформации, обновленчества, потому что именно в Исаакиевском соборе, тогда он был центром обновленческого движения здесь, на северо-западе России. И настоятелем тогда был здесь Александр Боярский. Это дедушка нашего известного, любимого артиста театра кино Михаила Боярского. Михаил, если меня сейчас слышишь, большой привет тебе. Я намереваюсь проводить семинары здесь, в Петербурге. Я уже проводил уже и не раз, даже сказать, можно не раз уже проводил семинары по истории христианства в разных церквях, в библейских школах из Санкт-Петербурга и области. Но вот на протяжении этих пяти лет до самого столетия православного обновленчества, через пять лет, который будет праздноваться в этом году, 95-летие наше, а через пять лет будет столетие, соответственно, в 23-м году. Так вот, и на протяжении этих пяти лет планирую проводить семинары здесь, также в Петербурге. И некоторые вечера будут посвящены памяти этого мужа Божьего, праведника, подлинно мужа Божьего, героя веры Александра Боярского. Я надеюсь, что и Михаил посетит как внук героя веры, нашего русского лютера или Кальвина, можно сказать, реформатора, героя веры. Думаю, Михаил посетит хотя бы один из вечеров, потому что некоторые вечера я планирую посвящать именно, допустим, Антонину Грановскому, который был тоже здесь в Петербурге довольно долгое время, и он был епископом Нарвским, викарием Санкт-Петербургской епарки, тогдашней, дореволюционной. Также Александру Бединскому хочу посвятить некоторые здесь вечера, который также во многом был связан с Петербургом, с Петроградом впоследствии. Вот, и здесь в храме Захарии Елизаветы был настоятелем некоторое время. И, в общем-то, Петербург часто вспоминал, даже будучи в Москве уже, митрополитом архиевским, митрополитом московским, предстоятелем православной Тавренческой церкви. Это уже 30-е и 40-е даже годы, до самой смерти своей. Он умер в 1946 году, если не ошибаюсь. Да, в 1946 году. Так вот, и некоторые вечера планирую посвящать как раз и памяти этого праведника, мужа Божьего Александра Бединского. Но о Боярском, я думаю, стоит говорить здесь, в Петербурге, чаще и больше. Почему? Потому что Боярский был, скажу так, плоть от плоти. Петрограда, Петербурга. И хотя не всегда он был здесь священнослужителем, он был в Колпино, там, в Колпино, на Ижорском заводе, был настоятелем храма и служителем. Его называли рабочим батюшкой в те времена. Да, в 10-е годы и 20-е годы он здесь, в Петрограде, слыл как рабочий батюшка, или такой пролетарский священник, рабочекрестьянский священник. Его очень любили, уважали. И даже когда так получилось, его арестовала ЧК, и Петроградская ЧК, мы знаем, тогда лютовала. И чаще всего это были аресты в одни ворота, репрессии массовые, тем более по обвинению в саботаж из декретов советской власти, или антисоветская пропаганда, агитация. Это было в то время однозначно расстрельная статья. Убивали заложников здесь. Творилась такая вахханалия, которая была названа красным террором, кстати, да. Так вот, и удивительная история Александра Боярского. Он не был расстрелян, хотя, я думаю, он уже попрощался с жизнью, потому что понимал, что это за учреждение, и что оно работает действительно в одни ворота. Только лишь ногами вперед оттуда выносили уже трупы, либо обезображенные, либо просто расстрелянные. Но, друзья, свершилось чудо, и Боярский, живой и здоровый, на своих двоих вышел из ЧК. Сохранила записка Ленина к Дзержинскому, значит, и по распоряжению Дзержинского на автомобиле Ленина, значит, Боярского припроводили на Ежорский завод в Полпино. А что случилось, дамы и господа, что произошло? Дело в том, что была стачка трудящихся, Ежорский завод весь встал. Тысячи рабочих поддержали стачечный комитет и не вышли на работу. И одно из требований первых стачечного комитета, я напомню, это была первая стачка трудящихся, запастовка трудящихся уже после октября 1917 года. Ваше внимание обращаю на это. Тем более, что рабочий класс, и в частности, рабочих Ижорского завода, и Ленин, и большевики ставили пример, как именно таких сознательно трудящихся, очень таких, будем так говорить, собранных и организованных, высокоорганизованных рабочих, профессионалов своего дела. Это был в те времена огромный завод, который славился не только здесь, в Метербурге, но и во всей России. И даже, скажу так, во многих странах мира уже знали про Ижорский завод. И представьте, когда этот завод встал, то для Ленина и тогдашнего советского правительства, самнаркома так называемого, это был удар ниже пояса, это был удар под их просто. И представьте, к удивлению, знаете ли, вот тогдашнего большевизма, требованием было освобождение рабочего батюшки, как его назвали в то время, рабочего батюшки или рабочего христианского или пролетарского священника, отца Александра Боярского. Вот. И Боярский был спасен. Удивительно, но ЧК сделала вход обратный. Вот. То есть Господь может даже такие чудеса совершать, знаете ли, удивительные чудеса. Хотя жизнь Боярского, она оборвалась все-таки мученически, но это было уже спустя некоторые годы, после того уже. Уже в 37-м году, во время сталинских депрессий, его без суда и следствия по указке из Гренля, его просто расстреляли в подвале тюрьмы. Вот. А потом уже, после смерти Сталина, значит, родственников известили, что никуда его не вывозили без права переписки, как обманывали прежде, значит, власти, а его просто казнили на месте. Вот так вот. Но сам Александр Боярский, это судьба Коупина, судьба Петербурга, возрождение духовного, преобразование тогдашнего и вот этих рабочих-крестьянских, этих домашних, этих общений, домашних групп христианских, изучение писания, значит, общества трезвенников. Много было хорошего сделано. И касательно реформации, обновленчества, скажу так, именно здесь, в Петербурге, все-таки обновленчество связано, хотя с именами, конечно, Играновского и Вегенского, хотя с ними больше московское обновленчество все-таки связано, исторически так сложилось. Но Петербургское, это все-таки, когда мы говорим о Петербургском, Петроградском обновленчестве, то, конечно же, это имя вспоминаем сразу Александра Боярского, рабочего батюшки. Слава Богу! Так что, дамы и господа, братья и сестры, кстати, и Михаилу я желаю сегодня, как внуку этого героя веры, все-таки одеть рясу, крест и служить Господу Богу Всемогущему, потому что это его призвание. Я убежден, что он должен, он сыграл много прекрасных ролей в театре, в кино, многие из них стали культовыми, знаете ли, но я убежден, что этому артисту великому нужно стать великим человеком. А чтобы стать великим человеком, надо сыграть самого себя, не кого-то, а самого себя. И это призвание от Господа. И многим людям здесь, в Петербурге, нужно действительно сыграть самого себя, жить своей жизнью. А это жизнь с Господом, это жизнь Божья, жизнь святая, не грех. Грех – это чья-то роль, это бесовская роль, знаете ли, но Божья, святая роль в нашей жизни, в которой мы действительно счастливы, распускаемся, расцветаем. Это жизнь с Господом. Пусть Бог вас все благоставляет, друзья, братья и сестры. Пою благоставения сегодня на Петербург, на северо-запад России. Молюсь о том, чтобы здесь, на берегах Невы, Господин Жатвы выслал своих делателей на Жатву свою великую этого последнего времени. Жатву последнего часа, чтобы тысячи и тысячи Александров Боярских таких, будем так говорить, условно, хотя мы признаны быть самими собой, действительно, и во Христе раскрывается наше, именно заложенное в нас, именно Богом самим, естество. Пусть делатели поднимутся здесь, на северо-западе, которые будут вести Евангелие, как по России всей, так и по всему лицу Земли. По всему лицу Земли. Потому что сегодня, действительно, Божье Слово провозглашается уже на сегодняшний день, так или иначе, по всей планете. А мы знаем из Библии, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник между Богом, написанный человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Аминь. Так что вот так, братья и сестры, дамы и господа, братья и сестры, с берегов Невы благоставляю всех вас священническим благоставением в год 95-летия православного обновленчества. В начале пятилетки к столетию обновленчества благоставляю Петербург, благоставляю всех вас и благоставляю Россию и всю нашу истрадавшуюся планету именем Господнем. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас с берегов Невы. Божьей милостью архиепископ Сергей Шравлёв, реформатовская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Аминь.